Александр решил выставить в продажу две свои клинковые бритвы. Обе они японского производства. Я со своей стороны решил его суппортировать и записать данный рекламный репортаж. Для тех, кто заинтересуется, я в закрепленном комментарии координаты Александра оставлю. Напрямую свяжетесь и зададите вопросы. Естественно, для того, чтобы провести, как по мне, это абсолютно правильное решение, предпродажную приготовку, освежил я фасочки на обеих бритвах. И, скажем так, совершил это при помощи вот такой прекрасной экстратоманагуры, слоя желто-зеленого тюрингийского сланца. Ну, в данном конкретном случае это Барберс Дилайт, потому что у него тут вкрапление вот этого темного, темного слоя. И на этом я хотел бы остановиться капельку подробнее. Какое-то время назад решили мы объединить усилия. Мы это Питер, всем славно известный. Валерий, не менее всем известный, наш штоункатер и, в общем-то, ваш покорный слуга. Решили объединить усилия в обеспечении, ну, хотя бы какого-то объема, именно на гур вот этого самого лучшего слоя желто-зеленого тюрингийских сланцев. Поэтому с Питером я ввел переписку. У него было приобретено энное количество или энный объем вот этих камушков. При, скажем так, непосредственном участии и благодаря стараниям Валерия объем этот был попилен на гурки. Ориентировочно завтра они приезжают ко мне. Естественно, я дополнительно развернутый репортаж по ним сниму. Будут предлагаться любым желающим. Но отмечу сразу, использовать на гуру вот такого тюрингийца, как мне показалось, даже эффективнее, чем использовать, скажем так, камень полноформатный этой же породы и наводить на нем суспензии. Ну, это я все расскажу внимательно завтра, поскольку провел я ряд исследований и пришел к достаточно интересным выводам. Сегодня же мы вот эти две бритные рассмотрим. А все, кто заинтересуется камушками, тогда ожидайте завтрашнего репортажа. Все это я еще дополнительно и основательно сниму. Да, так, чтобы нам отвлечение все закончить сейчас, я буквально днями наконец-то нашел то, что давно искал, то, что было мне очень необходимо. И я искренне рад этому. Для своего рабочего микроскопа я купил подсветку. Я вам сейчас ее явлю. Все те ребята, которые пользуются обычными биологическими револьверными микроскопами, я думаю, будет она более чем удобоварима. Это подсветка изначально для швейных машин. Очень удобно она в конструкции. Вот так она выглядит. Вот с этой стороны. Она на магнитной основе. Она работает от сети. Ну, я сюда, на станину с правой стороны, я привлепил металлическую такую, как шайбу, и к ней креплю непосредственно подсветку. 3 Ватт она дает, отлично дает освещение. Все, что необходимо, я очень рад получил. Теперь просматриваем им объектом. Естественно, как я уже отметил, дабы полностью их подготовить к работе, фасочку я освежил на обеих бритвах. Первый, это у нас Ничири. Фреймбэк. Объеки бритвы у меня уже успели побывать. Я для них изготавливал оправы и проводил процессы реставрационные. Так, я не знаю, как мы на этом камушке увидим. Ну, я думаю, если не рассмотрите, то поверите на слово, что, в принципе, бритвы абсолютно готовы к любым испытаниям. Мне очень неудобно смотреть. Мне получается. Обзор телефон перекрывает. Итак, это единичка номер один. Вот бритва номер два. Это у нас БС тысячного номера. БС Ами. Шведской стали. Я бы сказал, оба клинка в размере 6,8. Это у нас выборка наполовину. Стали, безусловно, качественные. Точится отлично. И в работе обязаны себя показать, по крайней мере, от того, как они себя вели в заточке и какую показывали структуру металла в микромире, то все должно быть очень и очень хорошо. Вот такие две нарядные штуки, безусловно, наполненные функциональным, точнее сказать, функционалом, Александр предлагает вашему вниманию. Еще раз, в закрепленном комментарии его координаты я оставлю напрямую. Пишите, звоните, интересуйтесь. У меня же на этом пока все. Уверен, надолго не прощаемся. До скорых встреч в эфире. Банзай!